В этом году Россия отмечает 75-летие великого человека, выдающегося скульптора, воина, гражданина, патриота Вячеслава Михайловича Клыкова. Крестьянский мальчик, родившийся перед войной в 1939 году в деревеньке из десяти дворов на Курской земле, нищее голодное детство. И какая воля, какая могучая совестливость и решимость и полез творчеству овладели им, и он достиг таких высот. Высот, чтобы стать не только великим художником, но и великим гражданином, и идеологом, и дейным вдохновителем русского народа. Вячеслав Михайлович Клыков. Его внешние достижения колоссальные. Да, он лауреат двух государственных премий. Да, у него масса наград, гран-при на всевозможных художественных выставках в мире. Колоссальные, красивейшие, громадные проекты и заказы. Он орденоносец, ордена Даниила Московского, Андрея Первозванного, золотая медаль Академии художеств. Это все внешние достижения. Но сегодня мы хотим поговорить не только о художнике Клыкове, но о Клыкове гражданине, о Клыкове христианине, воине борце. Итак, я предоставляю слово другу Вячеславу Михайловичу, архимандриту Тихону Шевпунову. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Вот фотография, которая, да, вот сейчас она на экране. Была сделана в середине 90-х годов в Дивеевском монастыре. Тогда это был еще разоренный, разрушенный монастырь. Вячеслав Михайлович впервые приехал туда вместе со мной. И впервые он встретился тогда с тоже великим человеком, с русской простой монахиней, с химонахиней Маргаретой Машкой Флосевой. И услышав ее рассказ о том, что происходило и до революции в Дивеево, кем был для них преподобный Серафим, о том, как этот монастырь подвергся гонениям и потом стал существовать в советские годы в лагерях и Тимульмах. Увидел эту удивительную русскую женщину, которая стала, по сути, святой. И когда Вячеслав Михайлович выслушал ее, весь этот рассказ, совершенно бесхитростный, но бесконечно потрясающий душ, удивительный, он сел на землю и заплатил. Просто сел на землю. И от избытка чувств, и от того, что этот художник и великий человек снова почувствовал, что он прикоснулся к главному, к вечному, к открыл для себя нечто такое, что будет неверно. Вячеслав Михайлович, это громадное событие в жизни, каждого человека, который с ним общался. А здесь таких, наверное, немало. Это был человек, которого мы его друзья, если мы имеем такое великое счастье, назвать себя таковыми, можем назвать Вячеслава Михайловича своим настоящим учителем. Однажды он учился в самой жизни. Он, конечно, никогда не читал нотации, никогда не говорил проповеди, но каждый его поступок и каждое его слово, когда надо было сказать что-то очень важное, решительное, были великим, совершенно незабываемым и бесконечно важным уроком. Я помню, что как-то вдруг ни с того ни с сего он сказал, говорит, ты знаешь, даже если ты будешь ошибаться и поступать неверно, я все равно оставлюсь твоим другом и буду тебе во всем помогать. Какая разница между «Платон мне друг, но истина дороже» вот этой вот европейской, мудрой европейской синтенцией? это сказано из глубины христианского сердца. Не формула истины, а истина, как Христос, любовь. что я люблю тебя и отношусь к тебе хорошо не потому, что ты прав, и не потому, что ты даже, так сказать, исполняешь то, что мы вместе хотели бы сделать, а в любом случае, ты будешь для меня дорог, а это он обращал практически ко всем людям, с которыми он общался, ты будешь для меня дорог, и я смогу пересилить любую неправду, которая выйдет из человеческого существа. А Вячеслав Михайлович очень часто сталкивался с неправдой, даже предательством, с изменой. Но он оставался верен. И это было, конечно, совершенно потрясающе. Он сумел показать в тез замечательные, но сложные, конечно же, времена, что можно настаивать на своем направлении до самого предела. Вот, Александр Николаевич Плутов, еще, я не знаю, здесь есть ли Анатолий Михайлович Заболоцкий, те, кто принимали участие в постановке памяти других, и те, кто приступали, принимали участие в постановке памятника преподобного Сергея в Радонеже. Ведь мы все боялись, все, в общем-то, были испуганы, потому что, ну как, это 86-й, кажется, год, или 87-й. И вдруг нелегально мы ставим памятник. Естественно, на нас вышли все соответствующие органы, стали, так сказать, мягко или жестко, или вообще очень-очень жестко убеждать не делать этого. А Вячеслав Михайлович настоял на том, что это надо сделать, и это все получится. Он настоял на том, чтобы мы сами перебороли эту робость и страх, и все-таки сделали то, что должны были сделать. Его верность России, своему творческому призванию, его верность Богу, его верность правде, они были совершенно потрясающими. Он был абсолютно несгибаемый русский человек и христианин. Никакие компромиссы не касались его сердца и его ума. И при этом он был не то, что называется, упертый человек. Он мог объяснить, поговорить, убедить, но всегда был верен той правде, высшей правде, которую он открыл в своей жизни. И которая была для него сильна до слез. Вот, как я вам рассказал историю, которая произошла у Девеева. И умирал он, как христианин, не давая пример поразительной христианской смерти. Поразительного пути перехода из этого мира в мир вечный. его предсмертные дни сопровождались тяжелейшими страданиями и болью. И, наверное, кто-то из вас знает, что он тогда, когда врачи сказали, давайте мне применим обезболивающие, наркотики, он отказался. Он сказал, нет, я хочу пострадать за свои грехи. Какая глубина христианской жизни, своей, абсолютно своей жизни между ним и Богом. потому что и священники, и я, и близкие, и сын, и жена говорили славу. Он говорит, нет, это мои личные отношения. Я не могу. Я отошел ко Господу, причастившись святых христовых тайн. 2 июня скоро будет очередная помощь. Как бы сейчас был востребован Вячеслав Михайлович, но мы-то все знавшие его и лично, и его творчество, и его от сердца самого идущие слова правды, мы уже научены и прекрасно понимаем, что он сказал и по поводу Украины, и по поводу Славянска, и по поводу Крыма, и по поводу многих и многих других тем, которые сейчас волнуют всех нас. Вячеслав Михайлович оставил, как было прекрасно сказано, сейчас свет далеко не только в искусстве. Такие люди формируют нацию, такие люди формируют мировоззрение целых поколений. Это та закваска, которая кладется в тесто и хлеб, которым пользуются, питаются многие, это его дело, это его заслуги. царство царство ему небесное, вечная память и уверен, что о нем напишут книги, о нем будут передавать из уст в уста, потому что чем дальше, тем больше мы осознаем, что это был за человек и какой он имел значение и в личной жизни многих из нас, и в жизни всей России. Мы очень надеемся, что по инициативе Александра Николаевича Крутова и других друзей Вячеслава Михайловича великие художественные произведения рождались его замыслы, национальные замыслы, государственные замыслы. Там, где множество людей обрело соратников, этот дом в конце концов станет его музеем, в котором память о нем и дела его будут люди будут находить и открывать для себя и продолжать. Спасибо большое. На многих памятниках, воздвинутых Вячеславом Лыковым стоят слова чеканной строкой от благодарных потомков с любовью русский народ. А теперь мы с вами выражаем такую же любовь к нему самому. Мы тоже становимся его благодарными потомками. И эту любовь мы приносим Вячеславу Михайловичу в виде венка из его любимых песен в исполнении заслуженной артистки России Татьяны Петровой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Время придет искать Речка за мною туманная Будет бежать, бежать С каждой сбоем и тучей С громом готовым попасть Чувствую самую жгучую Самую смертную связь Чувствую самую жгучую Самую смертную связь Чувствую самую жгучую Мне тихо отвечают Аплодисменты 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 Аплодисменты. И следующую песню я хочу посвятить воину-монаху, который благословлял Вячеслава Михайловича на родной подвиге. Ахимандриту, люблю шипу ногу. Псалом боевой. Прочти нам, священник, салом боевой, и силы дам мы свыше. Благослови нас на ведьму садьмой, чтоб каждый болился и слышал. Как дышит по толщи снега глухарь, как плещется врежет пол. Как порту в лагере струет сварай, и был при присяге готов. Мы ведаем сроки и правим мечи, и в чистых младенческих лицах. Псалом боевой. Псалом боевой. Псалом боевой. Псалом боевой. И силою данную Богом. Благослови нас на битву со тьмой, Держанным пророческим словом. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Петрова еще вернется к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Говоря о подвиге Вячеслава Михайловича, о том, как Клыков боролся с тьмой, я хочу напомнить вам о его памятнике Николаю II. Ведь как-то так принято считать, что монумент – это последняя точка в признании великого человека. Что сначала работают историки, литераторы, работают кинематографисты, и потом, когда весь народ дышит признанием, ставят памятник – последняя точка признания величия личности. Но здесь все случилось наоборот. Когда Россия кляла Николая II, когда она его ненавидела в 1996 году, Вячеслав Михайлович Клыков ставит памятник в Тайнинском. Его взрывает. Какая злова! Он ставит тогда его в Подольске. Его снова взрывают. В 1999 году он, вопреки всей этой злове, всему накату ненависти, он восстанавливает оба памятника – и в Тайнинском, и в Подольске. И только 2000 год, когда православная церковь признала царям учеников и святым, все встало на свои места. Он первым, первым скульптором, сказал государь свят. Вячеслав Михайлович Клыков 17 лет возглавлял Международный фонд славянской письменности и культуры. В этом своем качестве он стал настоящим лидером русского народа. Он стоял у истоков Союза России, Украины и Белоруссии. Он возродил соборное движение, он возродил союз русского народа. Все это он, один, с горсткой подвижников, когда вокруг смеялись, удивлялись и говорили, зачем? А он в ответ говорил одно. Мы должны опыт и мудрость наших предков внести, вложить в свое сердце, в разумиться, укрепиться, собрать волю в кулак и тем самым в дальнейшем устроить, обустроить свое многострадальное отечество. Вот его слова. Я предоставляю слово председателю Международного фонда славянской письменности и культуры имени Кирилла Мефодия, преемнику Вячеслава Михайловича Клыкова на пятом посту, Александру Николаевичу Крутому. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Христос Воскресий! АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь и творчество Вячеслава Михайловича Клыкова пришлись на советские годы, когда русский народ, да и все другие народы, пытались сделать один народ советским народом. Превратить в советский народ. В 1991 году произошла катастрофа, трагедия, величайшая трагедия. Историческая Россия, носящая название государства Советский Союз, была разрушена. И тогда среди горстких людей, подвижников, воинов, прозвучало слово «к народу». И в этом слове был голос Вячеслава Михайловича Клыкова. Говорилось, победа будет за нами, наше дело правое. К власти пришла либеральная мерзость. Россия, скукошность, она теряла территорию, она теряла народ, она теряла производство, она теряла веру. И говорили о том, что все, русский народ сгибнул, его нет. Он кончился. И только немногие знают, что это не так. Что в русском народе генетически заложена сияющая частица возрождения. И вот в эти годы Вячеслав Михайлович говорил и делал. Главное это возбудить и поднять русское национальное самосознание. Главное, чтобы русский человек почувствовал себя русским. Главное, чтобы русский человек почувствовал себя хозяином на своей земле. А не эти, новые хазары, пришедшие сюда, чувствовали себя хозяином. Он говорил, нам надо бороться. Бороться всеми своими силами, возможностями, что мы можем. Надо воспитывать молодежь. Воспитывать людей. Например, ярких примеров. Примеры в российской истории есть. Ибо история государства российского начинается не с 17-го года, и не с 91-го года. Она началась тысячелетия назад. Воспитывать людей, детей и взрослых надо на примере святых и героев. И он ставит память. Сергею Радовичу, Серафиму Саровскому, Георгию Жукову, Рокоссовскому, Илье Муромсу. Он ставит память и тем людям, на которых равнялось и равняются сегодняшним. Игорь Гайдар, многие из вас его помнят, говорил, что в 21-м веке Россия никогда не будет для русского народа. Россия в 21-м не для русских, она для россиян. До 91-го года из русских делали советские, после 91-го россиян. И все так и думали, что Россия свирилась. Что русский народ свирился. Но он этого не сделал. Как в 1612 году. В 17-м веке прозвучал колокол набатный воссоединения русского народа в Крыму. Именно в Крыму было заявлено, что русская весна наступила. Русский народ пробудился. Я помню, как мы с Вячеславом Михайловичем и с правой этажами, с единомышленниками из фонда приезжали в Крым. И там устраивали конференции, открывали памятники, кресты поклонные. И он приходил на мыс. Стоял на берегу Черного моря, которое в старину называлось Русский море. И говорил, Крым будет наш. Крым будет наш. И Крым сегодня воссоединился. Он показал, что да, русское национальное сознание, оно есть. Было и будет. Потому что именно сегодня мы все почувствовали, что русский народ может многое. Русский народ силен. И он как ртуть собирается вместе, так и русский народ собирается и оправдывает ту соборность, которую всегда его отличало. Многие говорят, да, сегодня началось воссоединение русского народа. Собирание русских земель. Но именно такие, как Вячеслав Михайлович, и были, и готовили вот это вот воссоединение русского народа. И вы знаете, он поставил много памятников. Он сделал много добрых дел, о которых сегодня говорили. И я думаю, что для него лучший памятник, который мы сегодня можем ему дать, это то, что Крым сегодня с Россией. Когда я шел на нашу встречу, мне дали книжку, книгу стихов, протерея Андрея Лопина, священника из Костромы. Он написал стихотворение. Когда ушел от нас слабо, ты ушел в небесную станицу, как казачьи песни говорят. Ты покинул в грешную столицу, где царит хазарский Каганат. Пред врагами не бросался на землю, не заглядывал пельможем в рот по судьбе. Ты стал великим князем, собирающим родной народ. Курский, корневой, крестьянский житель. Руки работящие крепки. Был воятель, сделался воитель. Клыкова скульптуры, что плыки. Не дружим, снующим ради срама. А народу пусть не для толпы. Все твои творения словно храма. Духа просветленного столпы. Сергий, Ольга, мать Елизавета, Государь, Мефоний и Кирилл. О, не памятник, сгустки света. Гений твоей России подарил. Враг тебя панически боится. И простит он, клыкованно вряд. Ты ушел в небесные станицы. Так казачьи песни говорят. Да. Старый человек, мой старый. И он завещал нам одно и самое главное. Не бойтесь быть русскими. Не бойтесь быть православными. Наше дело правое. Мы победим. Вячеслав Михайлович Клыков так говорил о творчестве. Историческая правда у художника достигается не только благодаря интуиции, но и его национальному самосознанию. А что такое национальное самосознание? Как его воспитать? Как его скормить, взрастить в себе? Оно прежде всего и проще всего воспитывается русской песней, где столько души, совести, тоски и воли. Мечта о воле. Посмотрите, ведь и слов таких, совесть, тоска, воля, нет в других языках мира. А у нас есть. Итак, с музыкальным поклонением Клыкову Вячеславу Михайловичу поет Татьяна Петрова. Лучинушка. Песня Курской губернии из репертуара Надежды Васильевны Кривицкой. Песня Курской губернии из репертуара Надежды Васильевны Курской губернии. Песня 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 Курской губернии. И теперь каждый год в курсы приезжаются певицы, которые любят, поют, чтят русскую песню, соревнуются и поют. То есть Вячеслав Николаевич, по бессмертию, имя Надежды Васильевны Привицкой. Позвольте мне исполнить для вас песню курскую «Ух и купец». Сияньки ехал «Ух и купец», «Ух и купец» вставлен молодец. А вина, 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 вина. С дом купец на шаге не пои, с дом деревня влюблой демей. Вышел на улицу, визер я, красные рыбаки, красивые лампы. Позвольте мне исполнить для вас песню курской «Ух и купец» вставлен молодец. Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» КОНЕЦ Николай Лупцов В этой деревне огни не погашены В этой деревне огни не погашены Ты мне тоску не прорачь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светится тихий, светится чудо Слышатся шумы в ней Были путемые, трудные, трудные Где же печали мои Были путемые, трудные, трудные Где же печали мои Скромная девушка мне Улыбается сам я Улыбчивый род Трудные, трудные Все забываются Светлые звезды горят Трудные, трудные Все забываются Светлые звезды горят Кто мне сказал Кто мне сказал Что ингресса нетерина Голохнет покинутый лад Кто мне сказал Что надежды потеряны Кто это выдвал Кто мне сказал Что надежды потеряны Кто это выдвал В этой деревне любви Неподажные любви Мне доску не права Светлыми звездами Нежно украшает Тихая зимняя ночь Светлыми звездами Нежно украшает Тихая зимняя ночь Светлыми звездами Ночь Светлыми звездами Плыть, плыть В жарком тумане дня Сонный встряхнем верт Плыть, плыть, плыть Эй, капитан, меня Первым прими на пол Плыть, плыть, плыть Мимо могильных плей Мимо церковных храм Мимо семейных храм Плыть, плыть, плыть Мимо загощих нас Милых сиротских глаз Скучны мы, сыпь, прочь Думать и путь Светлыми звездами Нежно украшает Солнце на небе Плыть, плыть, плыть Плыть, плыть Мимо могильных плей Мимо церковных храм Мимо семейных храм Плыть, плыть, плыть Мимо могильных плей Мимо загощих нас Милых сиротских глаз Если уху по мне Не зажигай огня Есть передай родне И посиди меня Где я зарысь в России В жителей дальних мест Каждому на Руси Памятник, добрый крест Плыть, плыть, плыть Мимо могильных плей Мимо церковных храм Мимо семейных храм Плыть, плыть, плыть Мимо могильных плей Мимо загощих нас Милых сиротских глаз Милых сиротских глаз Милых сиротских глаз Милых сиротских глаз В своих героях Памятники которым Вячеслав Михайлович Клыков Возводил на русской земле Он ценил главное И всем об этом говорил Их русскость Особенно это проявление Русскости он видел В людях искусства Вот почему Александру Сергеевичу Кушкину Он поставил так много памятников В Арзамасе, в Террасполе, в Щелково В Перми, в Москве Вот почему Он именно русскость искал В героях своих Батюшков, Щенкин, Аксаков, Шукшин 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 Посмотрите, как Здорово стоит этот памятник На горе Пикет В родном селе с Ростки Он сверху С высоты горы Смотрит на своих Односельчан Смотрит на их жизнь И там, где-то на небесах Думает Все тем так же О супах Отечества В душах своих друзей Вячеслав Михайлович Тоже ценил Русскость Широту души Совестливость Открытость Волю Вот в этом альбоме Возьмите меч Есть фотография При установке памятника Шукшину в селе Сростки На Алтае С нее смотрят Вячеслав Клыков И Александр Михайлов И его друг Народный артист России Александр Михайлов Сегодня Вместе с нами Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Наших русских людей в Востоке, Восточной и Юго-Восточной Украине. Храни наших русских людей, Господи, не дай пролиться большой крови. Я думаю, что слава Вячеслава Николаевича Куйков за сегодняшний день, наверное, продолжал бы так активно работать и действовать, и, наверное, что-то бы еще посоветовал и нашему правительству, и, наверное, очень много разумного принес. Царство Креса Великому должен быть. Я счастлив, что мы были какое-то время с ним. Я не знаю, что мы так уж тесно дружили, но ближе нам были там. И Саша Крутов, который был рядом всегда со славой, с Вячеславом Михайловичем. Но это действительно счастье – выйти рядом с этим диким, гениальным художником. Сколько же добра, сколько тепла, сколько страсти и ума он вкладывал в свои работы. Вот две работы. Две работы, которые первая – это тот же самый Василий Макарович Ширин, находится как на паперте, который сделали у моего любимого института, где эти люди сегодня преподают в УфГИКах. Стоит Тарковский, да, гениальный режиссер, человек мира, в горной позе. Рядом с ним Генрош Паликовым имели талант, но не менее гениальный. Да ведь Ширин тоже не менее гениальный. А он стоит в таком одеянии, что стыдно смотреть. Он стоит как на паперте с протянутой рукой, и в пору хочется положить ему какие-то гроши и монеты. Он другого достойный. Это моя боль. И другой памятник, великий памятник. Василий Макарович Ширин на горе Пикета. Я помню, я застал сам этот период, когда пришел на Гурнадославу. Молодой человек по фамилии Дагимов Виктор Сергеевич. Близкий мой друг, с которым мы были 20 с лишним лет. И тогда Алтай раскололся на двое. Большинство было против того, чтобы памятник Сталин на горе Пикета. И тогда принципиально позиция Вячеслава Михайловича сыграла свою решающую роль. И, конечно, эту позицию принял тогда и Миша Михайлович Ильич Дагимов. И вот два талантливых человека, настоятые. И сегодня это место, действительно божественное место, достойное место. И когда приходишь туда, видишь этот голубий горы Пикет, это мудрый глаз, Василий Макарович, Дагас, пост, пост, в котором все, значит, деды распахнут, раскрыты, обестолены на Руси. Когда узнаешь, что 23-25 тысяч сегодня уничтожены деревень, где создали перестройки, где подарили гайдаборским айфонам. И, говоря, тем, что алкашер Ельцин, вот, произошла величайшая трагедия. И сегодня продолжается эта же война. Война продолжается. Почему, говорят, русские люди такие обозванные? Какие они должны быть? Почему они должны быть сегодня добренькие? Да потому что войны, Первая мировая, опять на плечах России. Революция на плечах России. Все сделано здесь, в этой нашей стране. Гражданская война, Вторая Отечественная война. Снова перестройка. 91-й, 93-й год. И опять берется сегодня кровь на границах нашей России, на Баларуси. Это страшное проведение. Но я верю и верю, как Ислав Пикалов, всегда убеждался и защитил своими около 200 скульптурами все границы нашей, огромной территории России, своими скульптурами. Это защита. Это воины, застывшие в этих вот скульптурах. Это настоящие воины. Поэтому сегодня в Крыму живет еще один молодой человек, который написал гимн Черноводскому флоту, Севастополь. Он живет в Симферополе. И сколько раз убили, и до сих пор он продолжает уничтожать и убежать. Как вы не о приговорении в трех городах к смертной казни, потому что за два дня в референдуме мы с небольшой группой наших ребят были там и были в Севастополе, и были в Севастополе, и были в Елте. И я всегда, в Севастополе был, 18-й год, 18 лет занимается, меня эта проблема волнует. Всегда волновалось, были волновать. И поэтому, когда мы приезжали, мы приезжали через форпосты, форпосты, циклопосты, и стояла полная икона Божьей Матери на метр высотой, полметра шириной, а рядом надпись «Россия всегда была могилой для злых сил». А могилу можно так убереть. Не было в Севастополе, наши русские не отдали. Это 100%. Потом Севастополе, потом Ялта, и Крым действительно через 23 года вернулся в свою плену на русскую землю. С возвращением на русскую землю. Если честно, я хотел бы просто спеть песню Кости Фрадова, поэта, писателя, композитора и красивого человека, который все время написал гимн, и там строчка такая в припеве. Покуда из Севастопа будет русский, Россия не изведает стыдя. А сегодня сейчас я к своему песню по фонограмму, вот, минусовка, и когда я бамлю зрителей, слушайте моих, моих дорогих, вестина фильма «Сармат». Пожалуйста. В доме моем, где падает клевом и дымком из печи, Сад за рту, и на столе ретком стоят куличи. Сад за рту, и на столе ретком, и на столе ретком, и на столе ретком. Сад за рту, и на столе ретком, и на столе ретком. Сад за рту, и на столе ретком, и на столе ретком, и на столе ретком. Сад за рту, 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 и на столе ретком. И на столе ретком. Сад за рту, и на столе ретком. И на столе ретком. Дай Бог. Дай Бог. Дай Бог. И на столе ретком. Господь. Дай Бог. Дай Бог. И на столе ретком. И на столе ретком. И на столе ретком. И на столе ретком. Дай Бог. И на столе ретком. Дай Бог. Дай Бог. И на столе ретком. И на столе ретком. И на столе ретком. И на столе ретком. ПЕСНЯ 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 Русский дедушка с добрым лицом Только у дороги, только у дороги Где же твой хозяин, о, твоя лицом я Только у дороги, встал на пороге Русский дедушка с добрым лицом Только у дороги, встал на пороге Встал на пороге Встал на пороге Встал на пороге Спасибо Аплодисменты 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 Это стихотворение Николая Зиновьева Еще есть два Николая Зиновьева У моего друга Николая Зиновьева Я был буквально два дня назад На дне рождения Это тот, который написал Огромное количество стихов Его славных стихов И его песни пели Пугачеву И Леонтью И сегодня это не очень здоровый человек Коля Зиновьев Который подарил на свое время Песню Санта-Мария и Мальджори С композитором Петра Петровича Молдавским композитором После встречи Петра Петровича Санта-Мария и Мальджори Это ее единственное исполнение Я сейчас этой петь не буду Просто хочу сказать, что Еще есть Николай Зиновьев Который говорит Краснодар Я написал стихотворение Степи покрыты пылью брендой Сидел и плакал человек А мимо шел Творец Вселенной Остановившись он из рек Я того куниженых и бедных Я всех убогих берегу Я знаю много слов заветных Я лезть твой Бог Я все могу Меня печалит вид твой грустный Какой бедою ты томил И человек сказал Я русский И Бог заплакал вместе с ним Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Вячеслав Михайлович Клыков вспоминал так В советское время Многие скульпторы Исполняли государственные заказы И искус был очень велик Но я никогда Не делал Марксов Энгельсов И Ленинах Не делал Хотя по молодости Бывало И жил в проголоде И даже курить начал Чтобы заглушить голод Вячеслав Михайлович Вячеслав Михайлович Вячеслав Михайлович Вячеслав Михайлович Вячеслав Михайлович Энгельсов Вячеслав Михайлович Энгельсом Игорь 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 Севастополь Вячеслав Михайлович Русское присутствие, доминирование сегодня нам как никогда требуется вспоминать, что мы на своей земле, что мы русские, и мы живем на родине метков. Я предоставляю слово соратнику Вячеслава Михайловича Клыкова в патриотическом национальном осмыслении художественного творчества народному художнику России Сергею Харманову. Аплодисменты. 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 Вячеслав Михайлович Бойков Сколько сделано, сколько помятников стоит на Устанской земле И мы сегодня продолжаем наше музыкальное приношение Великому скульптору, художнику, гражданину Снова с нами поет Татьяна Петрова Песня на стихи Константина Сварцова «Белый валюс» Освещается всему русскому воинству Господа, отец целей, тихого уже нет Мы погибли за белом, в бедой снею белым свет Вам, кто знает, победы, даже смерть не беда Лишь бы белым, белым оставалось всегда Живы и тужили и на белых полах Вам не надо награды, если Родина есть Ваша высшая франка офицерская честь Но труба потрубила, все время поросло И чтоб подвигом было, стало друг ремеслом И ликует мамура, и не прячет лица Золотятся вагоны золотого тенца И становятся черным белый снег, белый вальс Господа офицеры, вся надежда на вас Не хочу опризнаться в этот курестный час И на белые танцы приглашали лишь вас Я хочу в том признаться в этот курестный час И на белые танцы приглашали лишь вас АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вячеслав Михайлович, столько было прекрасных начинаний. Он первый в девяностом году, когда поставил памятник на апостоле Кириллу Мефодию, привез огонь, благодатный огонь. Это он первый сделал. Аплодисменты. И когда был поставлен установлен памятник чести и славы вечному Маршалу Георгию Жукову, то каждый раз мы встречались, вспоминали его знаменитую песню, которая была застольной, победной, которая пилась и Маршалом, и Руслановой. Когда бы имел золотые горы? Вот давайте мы сейчас подтверждение, как народ споем эту песню, я верну, а вы подхватите. Когда бы имел золотые горы и веки полные вина, Песня. 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 лет, такого в мире не было подвига. Он создал без государственного заказа более двухсот памятников за двадцать лет. Спасибо! Как вы задержали мощность! Спасибо вам! Спасибо вам! Дорогие друзья, Вячеслав Клыков понимал, что русский народ нельзя оставить без надежды на грядущую победу. Именно эту мысль он воплощал в памятниках маршалу Жукову, в самом сердце Москвы, в памятнике маршалу Рокоссовскому, в памятнике, в храме-памятнике на Прохоровом поле, в пенце его структора трудов. На звоннице, которую венчает образ покрова Божьей Матери, скульптурный образ, на такие барабанят и звонницы написаны святые евангелия, евангельские слова, которые говорят нам о том, что все павшие воины святы, блажен и же душу свою положат за други своя. Эта мысль посещала Вячеслава Михайловича. И вот сегодня я хочу представить вам человека, одного из тех, на кого Вячеслав Клыков возлагал свои самые большие надежды. Я приглашаю на сцену героя Советского Союза, командира группы Альфа, Геннадия Николаевича Борисовича. Геннадия Николаевича Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия Борисовича. Геннадия свой восставший дар. Вот это ловительный фон. Глаз ангельской Руси награждает Геннадия Николаевича Зайцева наградой фигура летящего трубящего ангела в эскизе выполненного Вячеславом Михайловичем Клыковым. Их уже более 8-10. Это и приз, это награда народа. Есть царская награда, есть государственная, а еще говорят, народный глаз, он Божий. Мы позиционировки уже добиваемся. Так получается, что это народная награда. Ее поддерживают самые выдающиеся люди России. Их 80, уже более 80. Три генерала, четвертые герои Союза. Хотя у нас один человек награжден. Награжден тот, кто поднял знамя Берлину. Ему 97 лет. Ивал Десер, из Брянска. 30 апреля он поднял знамя Берлину. И он, герой СССР, тоже награжден. Боярин, награжден, как и генерал России. Геннадий Николаевич, тоже генерал России. Но он награждается номинацией «Честь Иберия». «Народная газета» «Министер nesse жир 같이». АПЛОДИСМЕНТЫ «Сп Rusty, генеральный народ. — Берлина Натин, Встреча с elevated Спасибо. Я очень благодарен, видимо, Комитету, продолжающему дело Клыкова, за эту великую награду. Спасибо. 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 Возьмите меч мой. Я думаю, что и художники, и литераторы, и историки, и идеологи возьмут этот меч и понесут, и пойдут с ним на врага. Спасибо. Сегодня мы завершаем нашу композицию любимой песней, любимым маршем Вячеслава Михайловича Лыкова «Прощание славянки» в исполнении Татьяны Петровой. Спасибо. 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 Может быть, пианисты пригласить? Капелло. Давайте помолимся этой песней вместе. Немного песен. Саша, иди сюда. Айсан Иванович, что? Погромче. Еще громче. Саша, иди сюда. Саша, иди сюда. Саша, иди сюда. Саша, иди сюда. Оценись, православная рать, Где я, ой, где твоя крылья, Сын орехи кричит Родина мать. Мы снова, потом, туда, на саду, Мы вновь встанем в строй, Если мы идем в священный фронт, Стань с вами, русская земля. Все мы дети великой державы, Все мы помним заветный сон, Ради славяне, счастья и славы, Ни шалей, ни себя, ни в кого. Звучит песня, счастья и славы, Сын орехи кричит Родина мать. 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 Дорогие друзья, сегодня ведь мы собрались еще и по поводу издания трудов Вячеслава Михайловича Кыркова. Они собраны в одном большом альбоме, который называется «Возьмите меч в мой». Этот альбом написала Надежда Дмитриева искусствовед, пожалуйста, на сцену. И издатель Сергей Павлович Козубенко. Его чайник, его трудами поставлены многие памятники Вячеслава Клыкова. И издана эта книга, которая хранит все наследие великого скульптора Павлович Козубенко. Добрый вечер, братья и сестры. Свячеслава Михайловича Клыкова продолжил в 1996 году. Это время было радости, время было теплых дружеских и рабочих моментов, которых было у нас очень много. Очень вержусь этим человеком. Очень сильно творчество. И по сей день, я верю, что его нет для знаний. Мне удалось с ним посодействовать другу в прекрасных работах, которые мы выполнены с ним вместе. Это памятник Василия Макарычу Шумову. Словский город Микенки. Микене Ольга, который радует скульптуру. Это те работы, которые он делал. Он очень был работоспособен. Вячеслав Михайлович мне можно очень много говорить, но я коротко не расскажу. Вячеслав Михайлович в тот момент, когда в Ишилии проявился образ необыкновенной женщины. Женщина-героиня нашего времени. Проскровенной Луполовой. Это царское время было. Ну и я знаком с мэром Ишилии, Вячеслав Михайлович. Сергей Павлович, давай памятники поставим этой женщине. Я говорю, Вячеслав Михайлович, пожалуйста. Он изучал ее образ. Он пока ее не изучил все. Это уникальная женщина была. Это символ, наверное, сильных женщин. Она с города Ишилии, Тюменской области пешком дошла до Петербурга к царю. Шла больше года. Она попросила помилования о своем папе. Папа был осужденный. Добилась прошения у царя нашего батюшки, который написал помиловку и освободил ее отца. И потом она назад прошла. Прошла москву уже. И где-то через полтора года в монастырях осталась. Дальнейшая история неизвестна. Вот этот прекрасный памятник, он имеется в этой книге. Вячеслав Михайлович был чем? Он никогда не делал ни одну работу просто так, чтобы вот ему в голову взбрюлое он ее сделал. Он изучал материал, изучал историю. Он изучал этого человека. Также памятник Плочеку в Иркутске. Сколько советовались, сколько. Этот памятник Плочеку профинансировал, попросил Андрея Сережи. Денег не было для себя, но профинансировали. Великий памятник нашему, великому ученному, адмиралу. И вот этот памятник мы поставили в Иркутске со второго раза. Первый раз нам не дали его ставить, а через год мы его все-таки поставили. Это очень сказочная работа адмирала Плочека. Она была на этом экране. Вячеслава Михайловича его выполнено практически за 9 месяцев. Работоспособность у него была просто потрясающая. Он был отверстия памятников, которые поставили. Не все поставили. Многие сделаны, но они не востребованы были. Потому что в какой-то момент либо спонсоры пропадали, либо Россия у нас уходила в другое время. И они эти памятники сами просидели стояли в праздновом их местах. Вячеслав Михайлович, тот человек, который сам, делая своими руками вот эти произведения, свои, сам их создавал. Придешь, он на лесах сидит. Вот пришел, Санежа спускается, сядет, поговорим, угрец, мемочком, пообщается. И опять на лесах. У него было все два-три подсобника, которые были рядом с ним. Два и четыре лета. И вот успевал творить такие произведения, которыми мы по сей день восхищаемся. После следствия Вячеслава Михайловича Клыкова я много перебрал, как память его оставить у нас, чтобы она была живой. Написать ли книгу, много советовался, много общался с различными людьми. Здесь присутствует очень много сподвижников Вячеслава Михайловича Клыкова. Это богатящих Николай Митрофанович, который сидит в зале. Это Валерий Васильевич Камшилов в костылях. Это Лебзиков, наш казак. Это очень, очень много тех людей, которые, можно сказать, с 96-го, 5-го года, а многие раньше были все время с ним вместе. Мы ездили на открытие памятника, мы всегда с ним рядом были. У меня огромное количество фотографий различных. Мы его всячески поддерживали. У него было время трудное, особенно после соборного движения, которое он хотел восстановить, российское соборное движение. Первое у нас заседание было в городе Курске. Прошло как-то прекрасно, но потом по негонку стало у нас сайт. Он не мог понять, почему он касается. Потому что везде не давали, везде мешали. Это то, к чему прийти, к какой модели управления, понимания и имения народа нашего. Что можно еще сделать? Он изобретал различные модели. Одна из последних была Союз русского народа. Союз русского народа, который возглавил Вашон. Это была именно та его работа, в которую он поверил, что он соберет народу много. И мы своей партией возьмем вперед. Вот. Очень жду память этого человека или великого друга. И я все-таки пришел к тому, что создал вот это произведение, в которое ушло книгу, да, у меня два года. Это работа у нас с фильмом. Здесь книга и фильм. Здесь полностью пересняли все его памятники. Вот. Ну, здесь мало письма. В основном фото альбома. Но называется, да. Но называется он «Возьмите меч мой». Это все переснятые его работы, как и шестеглавные, которые находятся в России и за рубежом. У него в Сербии памятники есть. Вот. Это все, вот. Это то, что мог я создать, а оставить его после его смерти. Здесь полностью в себе вместил жизнь Вячеслава Михайловича. Ту продуктивную жизнь, которую он прожил. Мы в Диске, там 45 минут отразили основные все его трудовые. Учился когда, трудился. И занимался основными работами, словами маленьких. Царство небесного Вячеслава Михайловича. Ваши мастерские футболы. Очень сожалею, что мы сегодня в этом. АПЛОДИСМЕНТЫ Восемь лет, когда нет Вячеслава Михайловича, по-большой видится на расстоянии. И вы знаете, вот имя Вячеслава Михайловича, его дела остаются, да? Многие памятники начинают звучать по-другому. Памятник Лёгия Виктороносца на Сапогдаре в Севастополе. Памятник Мистер Святославу Храброму на границе с Украиной. Понимаете, это совершенно другое звучание получают эти памятники. Их много. И они напоминают нам о нафеле прошлом. Они говорят нам о нафеле настоящем и о будущем. Но я хочу закончить словами самого Вячеслава Михайловича. Мы имеем уникальную в мире триединную природу. Великороссы, Белороссы, Белороссы. Суть этого единства подобно высокому духовному роду. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Смотрите, как все выстраивается. Наша исконная государственность, как образ и подобие Святой Троицы. Православие, самодержавие народа. И наш народ русский, в триединстве в своем народ государственный. Он основа русской и российской государственности. Наша беда, что мы сегодня мы разъединены и разрушены. Мы должны осознать свою силу. Наши силы в кровоте и единстве. Вместе мы богаче другого олигарха. И всех их капиталов в совокупности. И прежде всего, это должно создать каждый русский человек. Правда за нами. За Россию правда. Она победит. И мы победим вместе с ней. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он никогда не проедет мимо речки, мимо святого исходчика, мимо поля, мимо леса. Всегда остановится и поклонится. И вот, что он говорил, все это вот свершилось. Самый дорогой подарок, это, конечно, на сегодняшний день крылья. Вот это он добивался, мы там с ним часто бывали, ставили кресты на въезде в Городавск. И это свершилось. Еще одно событие свершилось в конце года. Здесь вот в книге изображен, возьмите мой меч, Святослав Пеший. А еще есть конная его фигура, которая установлена на сороковой день после смерти. Там наши власти немножко обеслухавили и не дали как бы истинный памятник, что он изображал. Сделали на звезду карганата, казарского накладочка. Мы ее возенью сняли. Это еще одна победа. И мы там за площадью были с атаманом Налимовым, реестного войска-атаманом, центрального, Валерия Ивановича. И решили в этом году провести круги объединительные и единые, чтобы казачество было единое. Ну а там, где нужно, казаки всегда помогали. И вот Печенского здесь и Юрия Ивановича Рыжова, атаману центрального войска, а также членов всех членов Советов Фонда. Низкий вам поклон. Извините, это... Сибирское концернение международного фонда Севастовского песенского культуры. В 2006 году я в марте дважды встречался с Кырганом Вячеславом Михайловичем, привел человека очень серьезного. Это 29 и 31 марта. Когда он вышел от него через час, он сказал, вот этот дух, я не ожидал такого. Значит, он был приглашен на Мерсис-наславу, военно-театрический такой фестиваль у нас, на Казахскую кожу-мать, в 2006 году. Он мне ответил, буду, если живу, буду. Ну нет, я написал некровому, когда он погиб. Не умер, а погиб. Я вам зачитаю немножечко. На этнической войне нет конкуляции. На этнической войне премьер не берут. На этнической войне премьер нет этого. Враг на три страны. Убит воин Духа, патриот Святой Руси. Воссоздатель Союза Русского народа, Кулыков Вячеслав Михайлович. Убитый генерал, не марш в России. Оттуда ушел дух православный. Но он нервется. Убитый носитель Духа, воин Христа. Именно его ненавистники, погубитель Святой Руси боятся. Убийцы на поле в полной брани. Они, ненавистники русского народа, дали нам мученика святого, заступника земли русской. И получили те же силы, что и в 1040-х, и в 1680-х, и в 612-х, и в 1712-х, и в 1745-х годах. Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Божиих грешных и недостойных на Бога Твоих. И подай нам силы, которые стоят в столе, и даруй нам победу во славу Твою. Аминь, Игорь. Руси, 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 Игорь.